Доброго времени суток, девчонки! Сегодня будем говорить о мифах и заблуждениях относительно тренинга для вас. О тех мифах и заблуждениях, которые нам пытается навязать фитнес-бизнес-индустрия. Но мы, думающие люди, сегодня опровергнем их. Будем говорить о специфике тренинга для вас, если такой существует, каков он и в чем заключается. Для начала давайте зададимся вопросом, чем женщина отличается от мужчины. Во-первых, уровнем гормонов. У женщин преобладает женский гормон эстроген над мужским тестостероном, который отвечает за мышечную массу, мышечную силу и наличие жира в наших телах. Во-вторых, наличие менструального цикла, который определяет многие процессы в женском организме. От психических до биохимических. И, конечно, необходимо учитывать все это, когда составляется тренировочный процесс для вас. Особенно периодизационный цикл. Об этом я напишу скоро статью и сделаю новое видео. Вы наверняка помните, что в одной из своих статей и видео более ранних мы с вами создавали модель человека, чтобы более четко и грамотно разбираться в поставленных вопросах и задачах. Кто не помнит, посмотрите. Эта статья и видео называется «Система Вейдера. Как причина отсутствия прогресса». Какова же модель человека? Давайте напомним. Человек – это первое – костно-связочный аппарат, второе – эндокринная система, третье – нервная система, четвертое – мышечная система. Прошу сильно не критиковать. Эта модель человека создана специально для того, чтобы разбираться и понимать те процессы, которые необходимы нам именно для построения тренировок. Смотрим мы на эту модель и составили ее через именно эту призму. Дальше будем разбираться по полочкам. Если сильно не придираться, можно сказать, что мужчина и женщина по пункту номер один полностью идентичны. Но пункт номер три вызывает кое-какие сомнения. А вот номер два и четыре, мы уже сами понимаем, имеет сильные отличия, но не в работе, а в специфике. Мы помним из вышесказанного, что у нас, у мужчин и у женщин, разное соотношение гормонов. Это касается пункта номер два эндокринной системы, и который влияет непосредственно на пункт номер четыре – мышечную систему, определяя разное соотношение мышечной массы к жировой. Но сама модель человека, как относительно мужчин, так и женщин, абсолютно одинакова. И все тренировочные принципы будут применимы как для одних, так и для других. На что следует обращать внимание девушки в построении тренировочного процесса? Во-первых, как и мужчинам, на продолжительность тренировки, которая не должна превышать 50 минут. Именно силового тренинга. 50 минут силового тренинга. Плюс время, необходимое на разминку и заминку. Почему именно 50 минут? Ни больше, ни меньше. Это очень важный момент. Все дело в том, что так необходимые нам для роста массы и силы, и, что удивительно для многих, и жиросжигание, анаболические гормоны после 50-й минуты силового тренинга резко снижают свой выброс и концентрацию в крови, уступая место катаболическим гормонам. Как вы прекрасно понимаете, вся дальнейшая тренировка бессмысленна, бесполезна и даже опасна. Сейчас многие возмутятся. А как же тогда наши любимые фитоняшки, которые зачастую тренируются по 2 часа и более? Давайте я вам скажу один факт, а выводы вы сделаете сами. Тренироваться дольше 50 минут имеет смысл только при наличии в крови искусственных анаболических и андрогенных гормонов, поступающих извне, в виде инъекций или таблеток, либо и того, и другого. Только тогда ваши тренировки будут приносить вам результат. Если вы в живые попробуете тренироваться дольше 50 минут, без использования анаболических андрогенных стероидов, ни о каких положительных результатах не идет и речи. По описанным выше причинам, связанным с биохимией нашего организма. Кстати, многие из этих фитоняшек убеждают вас, что построить и нарастить ягодичные мышцы можно с помощью махов. Это бред и чушь, но об этом чуть ниже. Во-вторых, на то, что любая тренировка должна начинаться, а может и состоять полностью, в зависимости от исходного состояния человека, с упражнения, способного вызвать стресс, который в свою очередь способен вызвать выброс в кровь большое количество гормонов. Вот лучшие из таких упражнений. Приседания, становые тяги, выпрыгивания из низкого седа с поднятием колен к груди, запрыгивания на высокую опору, спринтерские выбегания, экстензии спины с одновременным отведением гантели в стороны и, естественно, тяжелоатлетический толчок и рывок. Как многие из вас, милые девушки, уже сами догадались, чтобы вызвать необходимый стресс для выброса гормонов в кровь, необходимы упражнения, которые воздействуют на всю мышечную систему целиком, задействуя все мышцы, и мелкие, и крупные, и стабилизаторы, и вызывая мощное напряжение центральной нервной системы. Лучшие из них – это глубокие приседания со штангой на плечах. Если говорить конкретно о вас, о девчонках. Что вы сейчас скажете о махах, как построении или избавлении от жира ваших ягодиц? Какое воздействие они оказывают на организм по сравнению с теми же приседаниями? Какой гормональный отклик можно от них ожидать? Ответ очевиден – никакой. Справедливости ради надо отметить, что если вы будете делать махи после приседаний, когда гормоны в крови уже присутствуют, то это может иметь положительный эффект. И будет иметь положительный эффект. Так как с помощью крови будут направляться эти самые гормоны к ягодичным мышцам. А гормоны идут только к активной мышце. То есть только к мышце, которая выполняет какую-то работу. И поступают они туда только с кровотоком. Естественно, фитоняшки, сидящие на анаболических и андрогенных стероидах, имеют огромное количество этих гормонов крови постоянно. И могут не сильно нагружать себя такими гормоновыбрасывающими упражнениями, сразу же делать махи. Но для нас, простых смертных, и для вас, девчонки, которые хотят просто хорошо выглядеть, нет смысла в махах абсолютно никакого. От питания будет зависеть, набираете вы массу или худеете, а не от количества повторений, как вам пытаются внушить многие, ничего не понимающие псевдоинструктора. Помните это всегда. Тренинг всегда тяжелый, всегда гормоновыбрасывающий. А питание определяет, набираете вы массу или проявляете рельеф. В-третьих, что должна помнить девушка всегда, когда тренирует ножки? Это бицепс бедра, задняя часть бедра. У девушек в 2 раза меньше и в 3-4 раза слабее квадрицепса, передней части бедра. Данная информация очень важна с точки зрения эстетики и здоровья коленного сустава, так как дисбаланс между этими двумя мышечными группами вызывает перенапряжение в коленном суставе и может быть причиной ваших болей и травм. Именно это является первой причиной болей в коленке, а не из-за того, что приседания вредны. Приседания не вредны. Вредна неправильная техника, неправильное понимание, безграмотность и, конечно же, некачественное восстановление и питание. Более подробным об этом всем вы можете узнать в моих ранних статьях и видео. Также необходимо помнить, что низ у девушек всегда преобладает над верхом. И строя свои тренировки, необходимо учитывать и этот факт, иначе ситуация будет только ухудшаться. Прошу сейчас не возмущаться тех редких индивидуумов, у которых верх хорошо развит. Поверьте мне, это исключение, которое только подтверждает правила. Тренируясь с железом, вы, девчонки, становитесь только лучше, красивее и сексуальнее. Перекачаться и стать похожей на мужика у вас не получится, даже если вы будете к этому стремиться. Если вы видите девушку, женщину, которая похожа мышечным развитием на мужчину, это тысячу процентов применения искусственных андрогенных анаболических стероидов. Либо она ведьма. Других объяснений нет. Серьезно, нет других способов стать похожей на мужчину, как только не применять андрогенные или анаболические гормоны. Нет другого пути. Посмотрите вокруг себя в тренажерном зале, в жизни, на работе, в институте. Много ли вы видите парней сейчас, которые действительно похожи на мужиков? Ну, это даже не им вину. На самом деле, и от нас это скрывают, Со времен Второй мировой войны уровень гормона тестостерона у мужского населения планеты упал в два раза. В 50 раз. Естественно, это сказалось на продолжительности жизни, на здоровье, на качестве жизни мужчин. И вы это можете наглядно видеть сейчас, когда кругом одежда унисекси. Не потому, что это модно. Потому, что это необходимость прикрывать те упущения и неспособность современной медицины как-то повлиять на этот процесс. Что сделала медицина? Медицина опустила уровни гормонов, которые являются нормой для мужчины. Но это неправильно. Это низкие уровни гормонов. Поэтому мужчины болеют, мужчины умирают. И некачественно многие живут. Тестостерон это главный мужской гормон. С точки зрения любой. Качество, уровня жизни, здоровье и всех остальных показателей. Запомните это раз и навсегда. Чем больше вы, девчонки, тренируетесь, тем только лучше вы становитесь. Чем интенсивнее вы тренируетесь, тем более женственнее вы становитесь. Кто вам говорит обратное? Или пытается убедить, что тяжелый базовый тренинг превратит вас в мужчину? Просто ленивая задница. Если это инструктор. Если это женщина, то она просто не хочет пахать, не хочет работать, ищет для себя отговорки. И к тому же она еще завистливая. Никого не слушайте и тренируйтесь. Следите за питанием, адекватно отдыхайте и достаточно спите. И все будет хорошо и здорово. По другому просто не может быть. В четвертых, что действительно отличает женщину от мужчины в тренировках, так это то, что девушке сложнее сконцентрироваться и проработать мышечные волокна. Именно по этой причине девушке не имеет смысла делать подходы меньше, чем на 8 повторений. Для силового цикла у девушки диапазон от 8 до 10 повторений. Для массонаборного от 12 и выше. Наработать так называемую связь мозг-мышца для вас, девушки, сложнее, чем для мужчины. Поэтому не торопитесь, не копируйте мужчин в их силовых циклах. Старайтесь чувствовать свои мышцы, чувствовать себя и тренироваться. Естественно, ставя во главу угла здоровья. Поэтому следите за техникой. Если вам нужно месяц, два, три для того, чтобы выучить грамотно технику, ничего страшного. Потратьте это время. Потратьте это не то слово. На самом деле вы проведете это время с пользой. Вы научите себя и свое тело грамотно и правильно тренироваться. И когда вы будете уже переходить к серьезным интенсивным тренировкам с применением тяжелых весов, ваше тело будет самостоятельно выполнять за вас движения. Вы будете только контролировать качество ощущения работы в мышцах. Это очень важно. Поэтому не старайтесь переходить быстро к интенсивным тренировкам. Пусть тело привыкнет, пусть тело научится. Запишите себе в мозг, как компьютерную программу, правильную технику. Потом скажите спасибо и мне, и себе. Что касается мифа о том, что приседания и становые тяги вызывают проблемы с позвоночником. Это чушь. Любые проблемы вызывает больная голова. Идеальная техника, плюс грамотное, сбалансированное питание. И вы никогда не будете испытывать проблемы с позвоночником. Пейте достаточно жидкости. Употребляйте жиры. Жиры нам необходимы. Избегайте только вредных трансгенных жиров. Все остальные жиры необходимы нам для много каких процессов. Но конкретно сейчас мы говорим с вами о смазке для наших суставов. Наоборот, вы только будете лучше себя чувствовать и застрахуете свой позвоночник от проблем. Используя приседания, становые тяги, другие упражнения. А вот долгое сидение вызывает проблемы с позвоночником. Это однозначно доказанный факт. Чему является подтверждением массовые проблемы со спиной у современной молодежи. И даже школьников. Кому интересно узнать об этом более подробно, защитить себя, детей, своих близких от данной проблемы, можете почитать мою статью. О этой проблеме. Люди приходят в зал и хотят получить сиюминутный результат. Не понимая, что на этом желании фитнес-индустрия поднимает огромные деньги. Невежество приводит к растрате денег, времени, а порой и здоровья. О всех своих учеников и в своих статьях и видео я пытаюсь убедить вас в том, что здоровье это главное. И необходимо придерживаться и смотреть на все ваши тренировки только через призму сохранения и улучшения вашего здоровья. Неважно какова ваша цель, избавление от подкожных жировых отложений, либо набор мышечной массы, вы должны понимать одну простую истину. Все процессы в организме протекают медленно, плавно, постепенно. Через месяц, два, три вы не увидите никаких изменений в себе, внешне. Но через три месяца начнутся эти изменения, особенно если вы грамотно и правильно питаетесь. Не торопите эти события. Даже если вы будете принимать какие-то стимуляторы, чтобы набирать массу ни водой, ни жиром, не может организм набирать в течение недели больше 300, максимум 500 грамм. Те же цифры действуют и для сброса подкожного жира. Все, что превышает данные показатели, говорит о том, что вы сжигаете совместно с жировыми отложениями и ваши драгоценные мышцы. Особенно это должно быть актуальным для девушек и женщин, у которых мышц изначально меньше, чем жира. И набираются они гораздо труднее. Большинство же девушек ищут какие-то пути похудения, не задумываясь даже в значении самого слова. Худеть не синоним становиться лучше. Представим себе такую ситуацию. Среднестатическая девушка, женщина лет 25-30, хочет улучшить свою фигуру. Что она делает чаще всего? Садится на диету, какую-нибудь монодиету, к примеру на гречку и кефир. Это возьмем для примера. Если каким-то чудом ей удается избежать осложнений со здоровьем и наступает быстрая потеря веса, заметьте, я специально говорю веса, а не подкожного жира. Потому что уйдет как жир, так и драгоценные мышцы. Которых и так в женской конституции мало. Теперь представьте себе женщину, убравшую с себя жир и вместе с ним потерявшую мышечную массу. Если у вас хорошо работает воображение, то оно нарисует вам анорексичную фигуру, пугающую любого нормального человека. Вот теперь вы понимаете выражение. Худая корова еще не газель. А представьте себе такую особь, которая еще и пошла на аэробику. Это просто смерть. Вам об этом не говорят, но значение и эффективность аэробики в тысячи раз преувеличена. Аэробика пережигает больше мышечной массы, чем жира у людей, тренирующихся натурально. Надеюсь, теперь вы понимаете необходимость грамотного, продуманного плана избавления от жировых запасов. Именно подкожного жира с сохранением и набором мышечной массы. Для этого нужно понимать, что все должно иметь под собой научную основу. Как по питанию, так же и по тренингу. И конечно же по отдыху. Еще один очень немаловажный факт. С каждым потерянным килограммом мышц, организм наберет лишними 1-2 килограмма жира. Что вы, девчонки, должны вынести из сегодняшнего видео урока? Не тренируйтесь дольше 50 минут, плюс время на разминку и заминку. Не стремитесь к быстрому избавлению от жира. Не больше 500 грамм в неделю. Это нереально и вредно для всего организма в целом. А так же, чем быстрее и больше теряешь, тем быстрее и вдвое больше набираешь. Не ищите никаких чудо-диет, чудо-таблеток или чудо-поясов. Не меняйте очень резко свой рацион. И тем более, не снижайте очень быстро калорийность дневного рациона. Отдавайте преимущество в тренировках силовому тренингу, а не аэробному режиму. Не меряйте результат по весам. Только по фото и по зеркалу. Весы нужно выбросить. Разбейте приемы пищи в течение дня на 4, если получится, на 5 приемов, небольшими порциями. Исключите полностью газированную и сладкую воду, а так же пакетированные соки. Пейте чистую воду, минимум 2 литра в день. В день тяжелой тренировки 2,5-3 литра. Перестаньте сравнивать себя с кем-либо, кроме самой себя, месячной давности. Пейте воду всегда, до тренировки, во время тренировки и обязательно после тренировки. Работайте со свободными весами в 3 раза больше, чем на тренажерах. Тренируйтесь, выполняя преимущественно многосуставные, так называемые базовые упражнения. Не стесняйтесь себя, тренирующуюся и обливающуюся потом в тренажерном зале. Стыдитесь себя, сидящую дома на диване и нажирающую очередной килограмм на свою и без того прекрасную, но покрытую жиром фигуру. Так что, если вам кто-то предлагает сбросить жирок за пару недель с помощью его суперпрограммы или какой-нибудь чудо-таблетки, вы четко теперь будете понимать, что перед вами мошенник и шарлатан. Удачи, девчонки! Сбрасывайте подкожный жирок, набирайте мышцы, радуйте своих мужчин и себя своими прекрасными формами. Увидимся в тренажерном зале! Субтитры создавал DimaTorzok